Проект закона о запрете политического туризма депутатов, разработанный главой государства, будет представлен в ближайшее время. По словам президента, благодаря этой инициативе законодателям будет гораздо сложнее выйти из фракций, с которыми они попали в парламент. Я выступлю с этой инициативой для того, чтобы сделать намного сложным выход из фракций после того, как закончились парламентские выборы. Я считаю, что если мы не остановим этот политический туризм, то тогда у нас всегда в парламенте будут вот эти игры. В этом парламенте, я уже говорил, уже 15 человек, это около 13-12% депутатов уже перепродались, уже перешли в другие партии. Этот парламент уже не соответствует выборам прошлого года. Его нужно распускать. Но до того нужно принять изменения в закон, для того, чтобы вот этих явлений больше не было. Ранее президент объявил, что депутатов-перебежчиков ждут суровые меры. В частности, им придётся оплатить расходы понесённые партией в ходе избирательной кампании. Кроме того, президент призвал депутатов, которым предлагали деньги за выход из их фракции, подать жалобу в прокуратуру, иначе лица, совершившие коррупционные деяния, смогут избежать ответственности. Глава государства также приветствовал декларацию об осуждении политического туризма, единогласно принятую 11 июня в парламенте. Что важно в этой декларации? Там сказано от имени партий, что они не намерены создавать правительство с перебежчиками. Я думаю, что из всей этой декларации это самое важное. Но самое важное в этой декларации, что не будут делать правительство с перебежчиками. Это чёткий сигнал Шору, Канду, вот всем и всей этой группе, что с ними никто не намерен создавать правительство. И за это голосовала партия Майя Санду и Андрей Анастас. Лидеры Демпартии, которые недавно покинули 15 депутатов, неоднократно заявляли, что законодателей подкупили за различные суммы – от 250 тысяч евро до 1 миллиона 200 тысяч долларов. Парламентарии-перебежчики присоединились к группам, возглавляемым либо Андреаном Канду, либо Иланом Шором. В Генпрокуратуру и Национальный центр по борьбе с коррупцией уже поступили несколько жалоб от депутатов о попытках подкупа. Спасибо.